Формула эта действительно правильно даёт всё хорошо, когда корень вещественный оттенок. И она даёт извлечение корня из отрицательного числа в ситуации, когда корней три. Понятно, что я сейчас должен доказывать? Понятно. Для того, чтобы это всё стало ещё понятнее, давайте спокойно, заново я нарисую наш график. Y в кубе плюс P в Z возрастает, убывает, возрастает наш график. Наша цель найти вот эту точку, найти вот эту точку. Понятно, что она симметрична, потому что у меня функция Y куб плюс Z у Y. Так, напоминаю, V нечётная, является нечётной, поэтому график имеет вот эту такую вот точку ценоксиметрии. Значит, я должен найти то место, где касательные горизонтали. Ну, господа, те из вас, кто знают производную, этот вопрос решает просто. Это просто на просто 3Y квадрат B плюс P, это значит, должно равняться нулю. То есть, 3Y квадрат равняется минус P, Y равняется плюс-минус P. Например, P отрицательное, поэтому минус P положительное. Здесь всё хорошо. Корень извлекается самым, как в школьном естественном области. Итак, вот эта вот точка, это плюс-минус корень из-минус P натре, здесь точка корень из-минус P натре, а здесь точка минус корень из-минус P натре. Господа, ну, проблема с теми, кто не знает, что такое происходит. Ну, во-первых, проще всего знать. Да, вот, честный слой. Проще всего просто-просто узнать. Для тех, кто, что называется, это ещё не сделал, но я быстро сейчас посчитаю, идея такая. Чтобы узнать, где у вас горизонтальное и касательное, вы берёте такую вещь, проводите через эту точку, всевозможные секущие. Так вот, вам нужно, чтобы угловой коэффициент был всё время неотрицательным. Правда, с этой стороны, и наоборот, всё время был, значит, отрицательным, да, с этой стороны. Интересно, как этого добиваются? Например, как считать много коэффициент? Если у вас есть какая-то точка Y, да, и какая-то другая точка Y плюс H, то давайте посчитаем разность, значит, значение функции. Y плюс H в кубе плюс P умножить на Y плюс H. Это значение функции в точке Y плюс H. Так вот, надо взять, вычесть из этого Y в кубе и PY, разделить на H, и это будет угловой коэффициент. Потому что мы взяли разные значения функции, и это будет так, с угла наклона. Ну, посчитать не проблема абсолютно. Значит, Y уничтожается. Здесь остаётся 3Y квадрат H плюс 3YH квадрат плюс H куб. Так, PY исчезает, плюс PH. Всё это разделить на H. Когда вы на H поделите, понятно, что у вас получится 3Y квадрат плюс 3YH плюс H квадрат плюс P. Вот, уже разделить на H, просто... Давайте выпишем. 3Y квадрат плюс 3YH плюс H квадрат. Плюс P. Плюс P, конечно. Так вот, давайте думаем. Если 3Y квадрат плюс P будет положительным, то при маленьком H все касательные будут направлены с положительным. Если это число будет отрицательным, то наоборот все будут направлены с отрицательным угловой коэффициентом. А вот ситуация, что с одной стороны с положительным, а с другой с отрицательным, бывает в одном случае, когда 3Y квадрат плюс P равно 1. В общем, господа, давайте так, я не буду сейчас говорить больше про референцирование, потому что это совсем отдельная тема. И поэтому давайте-ка про это совершенно забудем. Вот, намного интереснее вот что. А давайте вычислим значение вот в этой точке. Ну и, соответственно, положите значение в этой точке. Для этого надо, вот в эту формулу, вместо Y подставить минус корень из минус P на. Поехали. Поехали. Минус корень из минус P в кубе. Плюс P умножить на минус корень из минус P. Так, интересно, что делать? А, я знаю, надо вынести корень из минус P на 3, тогда будет так. Остается в скобке. Корень из минус P на 3 в квадрате. Это будет минус P на 3 на. А здесь остается минус P. Отлично. Это 2 третьи. Значит, получается такой ответ. Минус 2 третьих P корней из минус P, деленное на 3. Так. Замечательно. P отрицательное число, поэтому это на самом деле положительное. Все хорошо у меня получилось. А теперь, господа, давайте подумаем, какое отношение имеет вот это выражение к тому, что стоит здесь под корень. Я напоминаю, когда вы решаете уравнение YQ плюс PY равно 0, плюс Q равно 0, то это то же самое, что решать вот такое вот уравнение. YQ плюс PY равняется минус Q. Значит, вы проводите линию где-то на уровне минус Q и смотрите, где пересекается. Так, насчет проведения линии. Все понимают? Так, вы понимаете? Замечательно. Так вот вопрос. Скажите, пожалуйста, вот этот отрезок мы только что посчитали. Этот отрезок мы только что посчитали. Чему равен он в квадрате? Чему равняется вот это вот число? 4 девятых, правильно? P в квадрате умножить на минус P деленное на. Господа, кто-нибудь видит связь вот с этим? Или нет? Смотрите внимательно. Вот если этот отрезок обозначить Q большое, то мы с вами только что доказали, что Q большое в квадрате это вот эта вот величина. Заметьте, пожалуйста, она положительная. Правильно? Вот это, потому что в этой цепи. Вот эта величина положительная. Но на самом деле это фактически то же самое. Вот это 4P куб делить на 27. Здесь есть 4P куб делить на 27. Только с минусом, чтобы это был квадрат. Так, ребята, если у меня число Q такое большое, что Q в квадрате плюс вот это вот больше руля, то это означает, что у меня Q больше, чем Q большой. Понятно? Наоборот, если у меня число Q маленькое такое, что вот эта сумма отрицательная, то это в точности означает, что вот эта штука отрицательная. Так, давайте я пытаюсь еще раз написать и надеюсь, что сейчас вы меня даете полностью. Итак, вот это выражение Q в квадрате, Q маленькое в квадрате плюс 4P куб разделить на 27. Оно меньше нуля тогда и только тогда, когда Q маленькое по модулю меньше, чем Q большой. Не знаю, понятно или нет? Ну просто потому, что если вы перенесете вот это сюда, то оно будет как раз вот это выражение. Потому что, знаете, вот это выражение, когда перенесешь, у нас получается неравенство. Q в квадрате меньше, чем Q большой в квадрате. Понятно, да? Q большое положительное число, и значит, это означает, что модуль Q меньше. Таким образом, под знаком квадратного корня получается отрицательное число ровно в ситуациях, когда уравнение 3 вещественных корня. Ребята, это была одна из важнейших причин почему математики поняли, что имеет смысл извлекать корень из отрицательных чисел. Смотрите, такое понятие – комплексное число. То есть, что такое корень квадратный из минус единицы? До некоторого момента это было, что называется, странная такая конструкция, непонятная, умозрительная. Потому что зачем нам придумывать какое-то там число, которого нет? Так вот, есть на самом деле несколько причин, почему имеет смысл рассматривать комплексные числа. Одна из этих причин – это та, что если мы смотрим с вами на поворот плоскости, то поворот на 90 градусов, если его сделаешь два раза, то получается поворот на 180. А значит, если мы рассмотрим… Ну, поворот на 180 – это как бы умножение на минус 1. А значит, для поворотов в квадрате есть такой поворот, который является поворотом на 180. Поворот на 90, сделанный два раза, это то же самое, что умножить все на минус 1. Значит, поворот на 180 градусов разумно считать, что называется, корнем из минус единицы. Это из геометрии такая вот идея идет, да? Другая идея, вот она из алгебрии. В алгебре выяснилось, что в некоторых ситуациях мы, когда рассматриваем корни из отрицательных чисел, на самом деле получаем вещественные ответы. То есть, вот выяснилось, что можно получать, что называется, хорошие ответы, если работать. Единственное, вот представьте себе, что я не хочу говорить ни о каких комплексных числах, а все-таки хочу научиться решать уравнение третьей степени. Вот смотрите, когда одно решение, то есть, когда вот эта штука, вот корни положительная, когда одно решение, то тогда формула, когда она, дает ответ. Могу ли я, не придумывая какие-то комплексные числа, суметь решить уравнение третьей степени, что называется, полностью оставаясь в множестве вещественных чисел. Знаете, кто-нибудь эту конструкцию лентит? Не знаете? Не учили? Хорошо, тогда стоит сейчас объяснить. Итак, еще раз. Есть способ такой, научиться извлекать корни третьей степени. Но что такое научиться? Это же фактически опять же, воспоминание человека. Мы сейчас не знаем, что это такое. Мы еще не придумали никакого хорошего определения для корней кубических из комплексных чисел. Потому что здесь у меня будет квадрат какой-нибудь из отрицательного числа, и что есть безобразие какое-то, да? Вот. Поэтому хотелось бы все-таки без всяких кубических корней из комплексных чисел и так далее, но чисто решать. Оказывается, это сделать нужно. Оказывается, есть просто раздел школьной математики, в котором на самом деле вас это научили. Единственное, опять-таки, скорее всего, забыли сказать о том, что вас там этому научили. Мне потом поможет объяснять, что такое микс начало и так далее. Оказывается, если вы хотите решать сравнение... Так, давайте вот так запишем. И, у. Как оно там распишется? Минус. Ребят, мне психологически неприятно писать поименьше 0, поэтому я написал П большое, это минус П маленький. Игри куб минус П и икли плюс у равняется ну. Я хочу решать это уравнение в той ситуации, когда, смотрите, квадрат плюс 4 П куб разделить на 27 число отрицательное. У меня сейчас такая вот тяжелая ситуация. Уравнение на самом деле имеет две решения. Так вот, господа, оказывается, надо сделать следующее. Надо взять и рассмотреть косинус тройного угла. Так, на всякий случай. Все помнят, чему равен косинус суммы? Косинус альфа на косинус бета минус синус альфа на синус бета. Косинус альфа на синус бета плюс синус альфа на косинус бета. косинус альфа. Косинус трех альфа. Косинус трех альфа. То есть косинус двух альфа косинус альфа минус синус двух альфа синус альфа. Что такое косинус двух альфа? Это косинус квадрата альфа минус синус квадрата альфа. Так, я прошу прощения, я уже знаю, сейчас он разбился. Но на самом деле, вот 2 синус альфа косинус альфа и синус альфа. Разумеется, кто часто решал задач, просто помните эти формулы. Итак, что это будет такое? Это будет 2 косинус квадрата минус один, понятно, да? И косинус квадрата прибавим, минус синус квадрата это минус. 2 косинус квадрата минус один, так пишу, 2 косинус квадрата минус один, умножить на косинус альфа. А здесь будет 2 синус квадрата. Ну, синус квадрат это то же самое, это единица минус косинус квадрата, да? Недолго осталось. Значит, здесь у нас, смотрите, 2 косинус куб и здесь минус на минус, еще 2 косинус куб. Получается 4 космус куб минус космус альфа и минус 2 космус. Минус 3 космуса. Отлично. Интересно. Какое отношение эта наша выкладка имеет к уравнению, которое мы решаем? Здесь написано, смотрите, у в кубе минус пы плюс q равняется 0. А у меня сейчас такая формула. 4 космус в кубе минус 3 космус. Понимаете, все бы, конечно, замечательно. Я мог бы, в принципе, на 4 поделить, и здесь были бы у меня минус 3 четвертых. Но совершенно непонятно, здесь же b, а не минус 3 четвертых. Все понимают, как я сейчас приведу вот это уравнение вот к такому виду? Господа, все понимают или нет? Я сейчас сделаю такую замену. Вместо у, вот в эту формулу, я напишу только не косинус, а несколько косинусов. Давайте, проследите, пожалуйста, за руками. Сейчас все будет хорошо. Значит, это, я уже знаю, что такое косинус тройного угла. Так, давайте я быстренько напишу формулу. Итак, косинус тройного угла. Косинус тройного угла. Это 4 косинус минус... Косинус, ну, минус 3 косинуса. Отлично. Делаю замену. У равняется с каким-то коэффициентом косинус альфа. И подставляю в то уравнение. Получается, k в кубе, умноженное на косинус куб альфа, минус p умножить на k умножить на косинус альфа, плюс q равняется 0. И вот сейчас, наверное, все уже понимают, что произойдет. Так, все понимаете или нет, что я сейчас потребую. Господа, посмотрите, что это такое. Это 4 умножить на косинус куб минус 3 четвертых. Я напомню, что в качестве k я могу взять любое число. Какое число я сейчас возьму? 3 четверти. 3 четверти я хочу, чтобы было здесь. Отлично. Вот я и пишу, это самое волшебное слово. Пусть. Пусть. П, деленное на k в квадрате, это 3 четвертых. Тогда уравнение приобретает абсолютно понятный вид. k в кубе делить на 4 умножить на 4 косинус куб альфа минус 3 четвертых косинус альфа плюс q равняется 0. Всем понятно, что это произошло? Ну как, делить на 4 умножить на 4, это что в случае делать? А здесь я захотел, чтобы было 3 четверти. Вот. И сейчас, наконец-то, я могу взять и смотреть, что я делаю. Ребята, вдруг выясняется, что кубическое уравнение превратилось в тригонометрическое. Итак, я пишу, k в кубе разделить на 4 умножить на 4 косинус куб минус 3 косинуса плюс q равняется 0. То есть, k в кубе разделить на 4 умножить на косинус трех альфа равняется минус 1. Ну и единственная проблема, надо все-таки вспомнить, чему же равно у меня числу k. Помните, да? k в квадрате это у меня... k в квадрате это 4p большое разделить на куб. Значит, k это квадратный корень из 4p большое делённых на косинус трех альфа. Внимание, это что такое? Это минус 4u делённое на k в кубе. делённое на корень квадратный из 4p третьих в... Все согласны? Все согласны? Ну, на самом деле, смотрите, это можно записать, наверное, понятнее. Если поднять вот этот 3 в кубе сюда, это будет... Так, четвёрка дальше, и это сократится. У нас получится минус q. Здесь будет корень из 27, правильно? Делить на корень квадратный из 4p в кубе. По-моему, вот так. Пожалуйста, проверяйте меня. p имеется в виду p большое. Что? Почему? Нет, еще раз. 4, а здесь 4 в квадрате. Нет, здесь вот очень хорошо. p имеется в виду p большое, естественно, да? Это то самое п большое. Замечательно. Так, теперь давайте смотрим, в каком случае косинус может равняться этой величине, в каком нет. Господа, вот эта величина должна быть по модулю не больше ни одиннадцати. Так, понимаете, что? Смотри, корень из 4-х это 2, да? Да. 2 в кубе это 8. Тогда почему там корень из 4-х? Ну, я могу написать здесь 2. Так будет лучше? Угу. Так будет лучше. Так, значит, еще раз, господи. У меня вот эта вот радость должна быть по модулю меньше единицы. Это значит, что куб должно быть по модулю меньше, ну, меньше или равно, меньше, да? Меньше или равно, чем 2 корня квадратных из v большое в кубе разделить на корень из 27. Куб в квадрате должно быть не больше, чем 4 v большое в кубе разделить на 27. v большое в кубе это минус p маленькое, переносим, получаем в точность, что это большое. Согласны? Значит, у меня здесь получается число, при котором косинус возможен, то есть число от минус 1 до 1. В точности тогда, когда под корнем стоит неположительное число, то есть когда уравнение 3 решения. Значит, идея с косинусом, так, а вы понимаете, что такое идея с косинусом, да? То есть мы берем вот такую величину и смотрим, когда косинус 3 альфа равен этой величине. Ну, как бы, когда? В тригонометрии нас учит там какой-то косинус, понятно, да? Вот, ну, если мы знаем косинус 3 альфа, то на самом деле для альфа несколько вариантов. Вот откуда берутся три корня. Вот смотрите, если вы знаете, что косинус утроенного угла равен 1 второму. Представьте себе такую ситуацию. То есть здесь мы считали, 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 и здесь получилась 1 вторая. Что значит, что косинус 3 альфа – это 1 вторая? Понятно, что. Это означает, что у нас есть, вот, значит, здесь число 1 вторая. Мы проводим линию либо эта точка, либо эта. Ну, на самом деле взять так или так, потому что потом мы все равно будем у это сколько-то косинус, поэтому знак угла нас не интересует. Значит, 3 альфа – это 60 градусов, да? Это 60 градусов. Замечательно. Ну, ребята, было бы глупо, ошибко написать, что альфа – это 20. Ничего подобного. Плюс. Это не 20. Потому что вот эта величина была определена с точностью до 360 градусов. То есть, любимая школа эта формула, да? Это плюс, помните, 360 градусов умножить на N, где N – любое натуральное число. И вот эта одна точка, а можно еще обороты сделать, а можно еще обороты сделать, сколько угодно. Отлично. Здесь будет или 20 градусов, или 20 плюс 1 третье от 360 – это сколько? 140. Или еще прибавить 120 градусов. Сколько? 260. 260. Ребята, и заметьте, пожалуйста, давайте на картинке. Где у нас? 20 градусов у нас вот здесь? А где у нас с вами 140 градусов? Это что надо сделать? Это надо пойти примерно вот сюда, правильно? Вот это 140 градусов. А где у нас с вами 260 градусов? Это примерно вот здесь, правильно? Обратите внимание. У этих точек, разумеется, разные косинусы. Косинус утройного угла мы знаем, это 1-2, а у этих совершенно разные 3 косинуса. Мораль. Если решение кубического уравнения одно, только одно решение, надо пользоваться вот этой формой доказательства. Она работает. Если решение 3, то надо переходить к тригонометрической форме. И тогда она работает. Хорошо?